Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. У меня нет целей, нет мечтаний, нет представления о будущем. Я не понимаю зачем живу, это мучает меня. Стараюсь спрашивать себя чего я хочу в повседневных мелочах, еда, развлечения, одежда. Вроде как у меня получается, но ситуация в целом от этого не меняется. Целые настроения от выполненных отделок прибавляются незначительно или ненадолго. Депрессии нет, веду эмоциональный дневник, но не наблюдаю никаких странных реакций. Столько из личной ценокритика я её отслеживаю и оспариваю. В общении с людьми проблем нет, в работе проблем нет, хобби есть, условиями жизни довольно. Я не знаю что делать, со всех сторон нехорошо, но мне тяжело думать, что завтра нужно прожить ещё один бессмысленный день, а потом и бессмысленную жизнь. Заранее благодарю за ответ. Ну, чтобы дать вам ответ, нужен вопрос. А вопрос вы не задаёте, поэтому говорить об ответе здесь, мне кажется, несколько преждевременно. Ну, во-первых, на что бы я вот, наверное, обратил бы внимание, пожалуй, это то, что вы говорите, что у вас нет депрессии. Откуда вы знаете, что у вас её нет? То есть, откуда эта информация, что у вас нет депрессии? То есть, вам нужно, ну, на мой взгляд, здесь, как минимум, диагноз. То есть, вам нужно осудительствовать, вам нужно подтвердить или опровергнуть то, что у вас нет депрессии. Потому что по описанию, ну, я не врач, но по описанию я бы сказал, что может подходить по описанию. Дальше. Ваше состояние, которое вы описываете, оно базируется на отсутствие интереса к чему-либо? Или оно базируется на том, что вас мучает, ну, на том, что вас мучает, мучает вот эта вот история. Исторая, история о том, что вы ничего не хотите. Я бы этот момент хотел бы прояснить. То есть, ну, да, вы можете ничего не хотеть. Да. Вам, может быть, ничего не интересно. Ну, и что из этого? То есть, ну, не хочется ничего вам, ну и ладно. А если вас это мучает бессмысленность жизни, как вы говорите, то, на мой взгляд, речь идет об определенном внутреннем конфликте вашем. Ну, противоречия, если угодно. И вот, как мне кажется, на это вам нужно в первую очередь обратить свое внимание. На то противоречие, которое у вас есть, если, вот, как вы говорите, что вас это мучает. Вы говорите также о том, еще, что у вас нет сил, если я правильно вас понял. То есть, нет сил на то, чтобы, ну, что-то делать. Да, довольно интересный момент. Потому что силы, если у вас их нет, на что-то тратится. Силы, если у вас их нет, куда-то уходят. И я думаю, что вам было бы интересно узнать, а на что они уходят. Куда они уходят. Ну, 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 на что вы их тратите, на что вы их тратите свои силы. Вот. Я думаю, что на это вам нужно обратить свое внимание. И, может быть, решив свое противоречие, вы смогли бы для себя лучше посмотреть на свой жизненный путь. И, возможно, смогли бы открыться какому-то новому смыслу. Ну, смыслу жизни, я имею в виду. Вот. А сейчас выглядит как то, что вы погружены в определенный личностный конфликт. И все силы у вас уходят на то, чтобы бороться с чем-то. Вот вы пишите, у меня нет цели, нет мечтаний, нет представления о будущем. Не понимаю, зачем живу, это меня мучает. То есть вы пишите здесь о том, по сути, что испытываете вину за то, что бессмысленно живет. Это вы пытаетесь сказать. Я бессмысленно живу, и мне больно от этого, от того, что я бессмысленно живу. Если это то, что вы пытаетесь сказать, то это вот изначально получается чувство вины. Чувство вины есть подавленная злость. То есть вы подавляете свои реакции, скажем так, определенного рода. Вот нужно опять же смотреть, что за реакции вы подавляете. Да? На кого вы злитесь и так далее. На самом деле чувство вины лишает человека возможности мечтать. Потому что человек, который виноват, он все время должен. Время должен, например, в вашем случае должен найти смысл жизни. Именно должен. Вот тут вот, что самое, я бы сказал, неприятное. Это то, что вы себя как бы заставляете. Вот. Что вы как бы говорите, что я должна. Да. То есть здесь история про долгислование. Как вы понимаете. Вот. Вот с этим нужно разбираться. Понимаете, да? С этим нужно разбираться, это нужно исследовать. А так я думаю, что вы мечтаете, просто запрещаете, ну, запрещаете себе это. Вероятно, потому что считаете себя недостойной. Вот. И вообще, в целом, как вы к себе относитесь, вот если вы зададите себе этот вопрос. Как вы себя воспринимаете, вот, это было бы очень интересно узнать, как вы себя видите, например. Да? Как вы себя видите, вот, какой вы себя видите, вот. То есть, это было бы очень интересно. Я бы сказал. Вот. Ну, потому что, есть, есть такое ощущение, что вы себя, вот, обецениваете, есть такое ощущение. Есть ощущение, что вы себя, прям, вот, очень, очень, обецениваете. Ну, откуда там тогда взялся мечта? Да? Да? Откуда? Там взялся каким-то, ну, представлением по будущем. Неоткуда. Потому что вы все время озабочены. Вот. У вас все время нет сил, вы подавлены. Ну, вот, вы говорите, что ведете эмоциональный дневник и замечаете в нем самокритику, которую оспар... ну, оспариваете. Вот. То есть, самокритика есть, вы ее оспариваете и, типа, если я правильно понял, ее становится меньше. Вот. Ну, интересно другое. Откуда она появляется? Ведь у самокритики есть, скажем так, основания, на которых она появляется. То есть, вы себя критикуете и, наверное, делаете это часто. Тут хочется как-то сразу спросить, эм, как бы, эм, какими фразами, какими фразами вы себя критикуете на то, что вы себе говорите? То есть, вы пишите, что пытаетесь это оспаривать, а я бы больше прислушился к тому, какие у меня чувства вызывают. Вот. То, когда я, эм, себя, вот, критикую. Какие чувства? Какими чувствами я на это реагирую? Вы согласитесь, это немножечко более, как, ну, как мне видится, немножечко более ориентированно на вас. Позиция. Понимаете, да? Чтобы лучше понять вас, ваш, грубо говоря, внутренний мир. Так, эм, вот вы пишете, значит, так, эм, в общении с людьми проблем нет, в работе проблем нет, хобби, хобби есть, с условиями жизни довольны. А что вы вкладываете в, эм, в том, что у вас нет проблем в общении с людьми и в работе? А какие проблемы вы ищете? Ну, там. Какие проблемы вы ищете там? А как у вас ощущения именно, когда вы, допустим, общаетесь с людьми? Именно чувствуете вы себя как? Вот что интересно. То же самое касается, в принципе, и работы вашей. Проблем нет, в смысле того, что все хорошо. А ощущения как? Вот вы говорите, я довольна условиями жизни, но своей. Я вам верю. Я верю, что вы довольны условиями своей жизни. Но чувствуете-то вы себя как? В этих условиях жизни вы какая? Опишите себя. Понимаете, да? То есть вы пытаетесь, как мне кажется, очень интеллектуально подходить к вопросу. Я не знаю, что делать. Так, что делать, чтобы что? За вектором хорошо, но мне тяжело думать, что завтра нужно прожить еще один бессмысленный день, а потом бессмысленную жизнь. Ну, смотрите, получается, что вам недостаточно того, что все хорошо. Получается, что вы чувствуете, вероятно, что способны на большее. Ну, опять же, если я вас правильно понял, то есть вы именно вот, вы чувствуете, что способны на большее, возможно, вас мучает это. То есть некая такая нереализованность получается, да? Нереализованность именно вот своих возможностей. Ну, в таком случае нужно посмотреть и поисследовать, что это за возможности. Да, то есть о чем вы говорите. И что вас блокируют? Вот вы говорите, что тяжело думать о том, что завтра будет еще один бессмысленный день, как вы описываете его. Да? А вот, скажите, пожалуйста, вот, ну вот, то, что вы говорите, что тяжело. А в чем конкретно, сейчас, то есть тяжело от чего? Ведь вам же хорошо, вы, я так понял, не страдаете. В чем тяжесть? Тогда, казалось бы, живите и наслаждайтесь жизнью, да? Но не получается. Так. Судя по тому, что вы говорите, не выходит так. Значит, у этого есть какие-то причины. Возможно, вот это оспаривание, о котором вы говорили, возможно оно в какой-то степени, ну, сильнее, чем вы думаете. И, возможно, оно, это оспаривание, влияет на вас, сильнее, чем вы привыкли. Я, конечно, не знаю всех, всех, всех деталей, не знаю всех, всех деталей. Но увидится мне, пока, это, это именно так. Вот, пожалуй, то, что могу сказать. Обязательно получите заключение психиатра, клинического психолога, для того, чтобы знать, что это не было. О своем психологическом состоянии, что будет все-таки как-то вот быть, так скажем, более осведомленным о том, что что с вами происходит. Потому что вы говорите, что депрессии у вас нет, и я вам верю. Но если вы собираетесь заниматься психотерапией, то нужно, нужно быть уверенным, уверенным вам в том, что психотерапия будет эффективна. А эффективность психотерапия, возможно, когда нет ничего, что ей как-то мешает. Да? А если у вас есть какие-то факторы, которые, ну, могут влиять на ваше здоровье, то психотерапия будет неэффективна. Поэтому подойдите к этому вопросу серьезно. Максимально серьезно подойдите к этому вопросу, пожалуйста. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И вы большая молодец, что обратились за помощью и начали, в общем-то, говорить об этом. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.